Мы протолкнули такую программу в школах, на которой идут занятия, уроки, и школьники учатся упражнения, с которыми можно сначала расслабить свои глазные мышцы, а потом лучше их не тренировать. И представьте себе, в течение уже второй год идет, были некоторые вообще-таки удивительные случаи, особенно с шести или семи лет, когда девушка вот так говорит, «Все, у нее была косоглазность в одной стороне, ее просто отпустило». И она так ярко заявила, «Все, я вижу, хорошо». А другой просто сложил очки в свою эту тумбочку и говорит, «Все, я вижу, и пошла домой». Вот такие маленькие чудеса проходят на наших занятиях, и тогда ты чувствуешь, что ты это делаешь не зря. А в основном наша деятельность, так это семинары, на которых уже приходят мотивированные люди, которые хотят что-то изменить в себе. они вот жили-жили-жили-жили-жили, что-то у них сломалось, и они думали, что один из путей, чтобы себя как-то починить, это прийти к нам. И некоторые из них тоже получаются, естественно, если им это, они этого не бросали. И в чем используем? В чем используем на своих семинарах? Кстати, вот я хочу поблагодарить Наталье, тоже моя жизнь изменилась немножко после ее семинара в Минске. Она пригласила такого замечательного человека в половину, в то время, три года назад, были четыре мужемиком, все так вышло, что раньше, раньше я жил, как и все, школа, университет, работа, частный бизнес, семья, дети, и семь лет назад что-то стало. И ты вот так, когда остановишься, ты начинаешь искать, почему так есть на самом деле, почему мы живем в этом мире, что тут так или не так, и что я делаю не так, что я здесь остановился. И тогда начинаешь там внести какие-то духовные практики, ты начинаешь идти, и я так все позабросил, свой материальный мир, значит, у меня все только духовные практики, пока не оказался на семинарах. А там нам показывают две восьмерки. И показывает прием бесконтактного боя, по которому человек с одной восьморгой крутил верхнюю, другую – хоризонтальную, и он падает. И говорит инструктор, вот если вы в жизни крутите одну восьморгую, только духовную, так материально у вас ничего не получается. и вот перед моими глазами падает человек, и у меня так в голову пришла такая пумность, ну, как говорится, зрение. Зачем я тут приехал? И я посмотрел на себя, так сразу перевернув последние все свои четыре или три года, чем я занимался. Я же, как бы, занимался духовным развитием, а материально стало с планом, как бы, позади. И с этого момента тоже вернул, как бы, активную деятельность, не знаю, как бизнес, или работу, сказать, и начало все крутиться. Пока, пока с юратей мы не встретились в наших путей, и просто я ее немножко, как говорится, нагрузил. Ну, что, вот это неинтересно, продавать очки все время. Ну, да, это деньги зарабатываешь, это тогда... Но нужно дать людям что-то еще больше, чтобы иметь, ну, как-то сказать, самореализацию лично для себя. И вот мы начали потихоньку, после того, как Юрати создала у нее еще образование года-года, методику, на себя это отработало, и мы начали преподавать. Сначала пошли через все в Карлосе и Гинусе клубы йоли, просто так, вот, собираются люди вечером, и там мы час рассказываем, как заниматься собой. Потом начну подняться, мы уже начали вести семинар уже за деньги. Сначала мы это думали, что это не надо брать за эти деньги, чтобы люди получили какие-то знания. Но деньги — это тоже энергия, которая освобождает наше время. Чем больше мы получаем, получается, тем больше мы можем дать. И вот так постепенно мы выросли до двух дней до семинара, уже в Литве делали такие выезды, на которых уже собираются у людей даже процоры. И благодаря Наталье мы сегодня у вас. Что мы сегодня у вас хотим делать? Йога. Сначала немножко о йоге. Мой сам подход к йоге тоже очень интересен, к инструктору йоги, потому что, такой маленький опыт расскажу, после надо осознать это, что йога — это не физкультура, это не физические упражнения, это не терапия, чтобы избегать каких-то болезней. Это просто техника, так сказать, глубокой трансформации своей личности на трёх уровнях бытья — физическим, энергетическим и духовным. И вот с помощью йоги мы можем себя перестроить, переформатировать, иначе совсем другое не нужно. Почему тета? Просто вот так четырёх словами расскажу, как я из этого себя представляю. Вы знаете, что у нас мозг работает в некоторых режимах работы мозга. Да? Вот, что я сейчас вам говорю. Это активный, это бета. Как тут вот на пальцах можно объяснять? Наши невроны между собой связаны как-то, Вибрируют, да? И эти волны, вот идёт такие колебания. Так просто. И когда человек активный, это есть, учёный выяснит, что это бета-води. Потом есть медитация, это альфы. достаточно вот люди, которые расслабляются, уходят в медитацию, они входят в эти режимы мозга своего. и есть тета, и есть дальше гамма. Гамма и тетра. Да, гамма, да. Их состояние тета, это вообще такая глубокая медитация, между которыми человеческое сознание я бегаю то в одну, то в одну сторону. И, если я это вот Юрате сказал, ей очень понравилось, если это сравнить с автомобилем, у нас испортились фары, так просто. И вот это, тета-волны, это тот уровень, когда мы вбежём сервис. И мы можем вот на этом уровне поменять, там, на новые, их почистить, и так далее, и так далее. И возвращаясь в новую жизнь, если мы будем ездить так, как ездили до этого, мы всё равно их испортим, их собьём, и опять мы должны будем вернуться. Так вот, чтобы этого не случилось, надо выработать в себе новые навыки своего бытия. Сначала надо найти причину, почему я здесь, почему я здесь отказался, почему я такой, как выездил на сегодняшний день, и там вот, себя переустроить, и потом начинать работать с собой заново. Так, пришли дальше. так это немножко про... Пока что с вами. Если мы зададим себе вопрос, почему мы здесь, то пары не будут ломаться? Нет. Ну, вы не закончили вопрос по машине. Ну. Ну, вот человек приезжает в сервис, они всё равно ломаются, и что? Они приезжают. Так он должен менять свои принципы действия. Ну, вот, как бы заново должны научиться, как надо ездить. Как надо вставать, кушать, делать упражнения, думать, вот это, чтобы этого тоже самое не случилось. Как правильно смотреть? Ведь взгляд, это человек учится, как этого надо делать. Это же был эксперимент с кошками. В его приводе у нас в семинар, что в зале два котята, которые одни вырастили в среду, которые все горизонтально, а другой вырастили в среде, которые все вертикально. И когда их пустили на обычную среду, так тот, который вырос, где все горизонтально, так шел и бился в те предметы, которые были вертикально. И это другое наоборот. Этим экспериментом доказали ученые, что зрение — это человек должен выучить, как надо смотреть. И вот на наших семинарах мы это выучим. Даем такие маленькие упражнения, предметы, как надо смотреть. Как надо просто смотреть через окно, как надо смотреть телевизор, чтобы твои глаза не ломались, чтобы ваши фары не ломались. А то опять надо все время возвращаться в сервис, и еще надо знать, как это возвращаться в сервис. Дорога до сервиса — тоже еще определенные препятствия. Поехали дальше. Еще немножко нашей деятельности. В связи с этим, рядом с этим, в школах мы тоже преподаем и другие уроки. На русском, наверное, это будет звучать, как чистоплодность для детей, которые нужны такие вещи, которые сегодняшним мы это не говорим. Ну, это примерно, как в телегоне, как сохранять действенность, свадьбы и так далее. И после этих уроков очень-очень все как бы поинача начинают смотреть на мир. Вообще. Потому что такие вещи люди в обычном соц.мине говорят. нас сегодня выращивают просто так, как надо. А чтобы самим начать что-то делать, это очень-очень-очень-очень трудно. И каждый человек должен задуматься, вот сначала, как говорится, когда начинается духовный рост человека, когда он начинает себя задавать вопрос, кто я? Кто я? Вот я рука, это тело, это и другого, зачем я живу. Что-то есть, спать, идти на работу, или что-то есть какой-то другой смысл, чем-то более возвышенный. И когда человек начинает задавать себе вопросы, тогда начинает его жизнь по-новому. И надо не боиться так крути, это спать еще. Потому что мы на сегодняшний день, если вернемся к глазам и нашим зрениям, так 90% худшее наше зрение это психологический процесс. И 10% это только физиология. И если мы не видим хорошо этот мир, так можно говорить, что у нас видны некоторые программы, мы действуем по некоторым периметром инструкции и их просто можно легко снять. Один там из путь есть регрессивная медитация. Как один из путь как восстановить свой стиль. Да, конечно, упражнения тоже обязательны и физически будут. Без этих ну, как бы и как. Дальше. Потому что надо понять, что наша зрительная система это не только глаза. На сегодняшний день очень легко представить вот компьютер. Вот есть компьютер, есть камера и есть сам компьютер. И что зрительная наша система состоит из всех этих трех уровней. и если компьютер поломался или он не работает по разным причинам вирус там и физический так камера так и так не будет работать. И мы тоже самое такой же компьютер, который несет такое программное исключение. И если мы сами не записываем эту программу на счастливую жесть достаточную, то кто-то другой ее вписывает. И вот мы на семинаре учимся как самому вписать в свои программы то, что мы хотим. пошли дальше. Ну что наши глаза это 6 мышц вы наверное это уже знали. Это уже не новость. И один из этих вариантов как их тренировать. Многие люди начинаются заниматься упражнением и потом бросаем. Это достаточно. Если это сравнить с бегом, бегом кто-нибудь из вас утром. Значит это бывает сколько там 5 максимум 7 дней. И почему это так получается? Потому что вот человек есть кто. Это набор информации. Вот родился человек там 3 килограмма сегодня 85. Чем они отличаются? 3 килограмма мяса от 85. Это набор информации который есть у вас. Пища это тоже информация только в твердом варианте как говорится. И на сегодняшний день перед вами стою я. Это тот человек тот набор информации который все себе двигает. И вот человек что? Насчитался информацией что бег хорошо там поздравил и так далее и начал бегать. Начинает бегать и начинаются такие предпосылки что каждый день кто-то ему мешает. И проходит 5 или 7 дней он это бросает. Как говорится подсознание создает причины чтобы этого не делать. А что делает наше подсознание? Оно делает то что наше сухожилье не готово для такой натяжки нагрузки наши легкие не готовы прокачать такой объем воздуха и что он делает? Он делает своему человеку ну хватит себя убивать. Зачем ты понемножку себя это делаешь? И делает все какие ключи которые мы там или опоздали на работу или потом успели встать и мы перестаем это делать. Так то же самое с упражнением для глаз. Чтобы это не пересиловать есть такая теория маленьких шагов. Может уже кто-нибудь слышал? Теория маленьких шагов звучит в следующем что все надо делать постепенно увеличить свой уровень. И с чего надо начать вот если мы решили бегать с маленьких шагов. Сначала наверное надо купить какую-то одежду для себя лучше самую дорогую чтобы она висела в шкафу и там все время когда вы проходили болело зачем она тут висит. Потом надо просто встать встать пораньше одеться и ходить вот когда мы ходим мы же знаем что мы встаем не то что там просто тупо ходить а для того чтобы бегать чтобы что-то изменилось мы две недели только ходим и ничего не делаем больше чем только ходьба и только после двух недель мы даем в конце ходьбы пять минут пробежки для себя как волос у меня был такой опыт и я тоже начинала с ходьбы и вот что интересно что я побежала в тот момент когда мне уже захотелось ну прям ну когда тело уже было настолько готово что прям захотелось да бежать что получается с нашим подсознанием оно видит мы встаем что-то делаем нам это не глядит оно дает посылки чтобы мы получили радость с этого момента когда мы начали это делать то же самое с упражнением для гласных мышц как бабы начинают их делать не надо сразу их взял пять раз три раза в день перед обедом так далее так далее потому что то же самое случится что и с бедом маленький шокол теория вот это тоже подходит и для тренировки этих мышц я тоже сам только раз тренирую и иногда доходят упражнения до 50 раз ну там если делать шут а потом вообще не делали делать девять вот это наверное подробнее все не будет и что наше зрение это то чем мы видим в нашем восприятии мир это не то даже прочитал такую мысль что если человек безорук он не видит да так он не может видеть того чего не знает значит он что-то не хочет видеть и мы можем только не видеть то что знаем хорошо так такая психическая мысль мы не видим то что мы знаем мы просто не хотим этого иметь если представить человека допустим в каком-то нерметическом кафоне наша оболочка не пропускает того чего мы не хотим или чего боимся скорее всего боимся и после этого мы можем сами как говорится эту оболочку перепрограммировать и начинать видеть жить делать все по-другому как нам это хочется и как нам это кажется лучше потому что как говорится все земля это мне нравятся такие слова как это большой тренажер просто это школа для выращивания человека и к сожалению в литовском языке даже нет таких слов что мы можем русским использовать что есть такая пословие что все люди но не все человеки мы рождаемся людьми для того чтобы стать человеком и что страшное мы подошли к этому что что нас ждет если мы не будем заниматься своими глазами глазами саморазвитием это нас ждет болезнь вы знаете что если мы уже начали носить очки каждый год они все слабее 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 и потом такие болезни как татаракт и лукомы еще там другие потому что мы потенциальные клиенты для обслуживания а чтобы этого не было надо просто заниматься собой и о нашем семинаре что мы будем делать первое навыки как делать упражнения второе медитации с поиском глубокой причины причины почему это случилось почему это сломалось и устранить эту причину и потом вписываем новую программу это йога уже как заниматься собой какие надо делать упражнения лучше и что глубокое омысление своего я как личность что мне это даст мы постараемся вас навести вот на этот так не знаю как нам получится это наш первый поездной семинар за границу у нас русский язык еще не корректно наверное но ждем вас всех на наш семинар а теперь наверное вопрос если есть пожалуйста сомневается поможет ей вот семинар в общем на первую гибрацию лучше ответить да действительно от какого степени вот это стигматизм плохо дело в том что в медицинских центрах по стигматизм говорят что он врожденный и то есть с медицинской точки зрения и то что у детей еще более-менее гибкие глаза не подстраиваются а потом зрение начинает портиться и они ставят этот астигматизм как уже крест на человеке да кто такой астигматизм я сейчас нарисую астигматизм когда неравномерное сжатие мышц глаза и изображение картинки да это так да это главное яблоко просто жатый вот так да да и очень трудно подобрать очки и все но в принципе все все что идет это идет как бы расслабление этих книж да глазок ставить нормально это и не хуйшее сомнение и по-другому это привычка просто если человек сидит и смотрит так телевизор или школе за партой это раз если он как бы расслаблен тем высший глаз отошел но если он живет как жив так кстати очень много наркотические вещества тоже макер очень влияет в принципе о чем мы говорим это как я уже говорил человек это информация просто сосуд для информации что значит если сто лет назад как это кодек сделало исследование что сегодня за две минуты происходит столько фотографий что в 1900 году зависло так вы представьте какой уровень информации у нас шумет да и если сто лет назад безграмотный человек был какой который не умел читать и писать да так сегодняшний когда вот информационный поток такой сильный безграмотный человек это тот который не умеет работать с информацией просто как работать я прослушал семинары записал три вещи что я знал что я узнал подходит мне это не подходит буду я применять это не буду хожу я здесь в другую сторону я вам времени покажу встают вам раньше перенесли если эта информация вы ее слушали себя сбили перепрограммировали свой компьютер вы начинаете по-другому себе вести любой способ принятия информации на сегодняшний день это просто принять информацию я говорю после прошлого утра видеороликов Жданова это было 7 лет назад говорит вы рекомендуете этих смотреть я говорю да рекомендую но есть отрицательные побочные отъятия говорится черт испугается что может быть просто просто ваша жизнь изменится в одном плане вы перестанете упределять яд просто а с этим это очень много это изменится ваша жизнь ваши праздники ваши друзья и так далее если вы этого не хотите тогда вы не смотрите но если вы хотите себя изменить тогда смотрите всем и для меня тоже самое было надо было после всех посмотров прошло два месяца как сегодня прошло два месяца и у нас есть праздник серверный у меня весной Красногорка называется где вспоминают народ и когда вся роднястость братья за столом и они как бы за них здорово пили и в тот момент когда я выливал свой рот яд я осознал это прошло два месяца что это мой последний последний ручок понимаете кого вы прослушали Жданов Жданов а Ирицанов Жданов он один раз он один раз и по зрению и по зрению Георгиевич а имя не помню да это лекции про зрение но дает под побочный эффект для кого-то позитивный для кого-то нет нет и вот то же самое с вашей сестрой с рождением надо сначала отлить ту информацию которая есть в пространстве с интернета селинара статьи а потом уже начинать себя перестраивать либо как делают все люди я переношу свою проблему к компетентному человеку то есть доктору доктор полечите меня будь я такой хорошенький будь я делал и делал прихожу а вы меня полечите вот и когда мы начинаем брать ответственность за себя сами вот тогда и приходит эта трансформация это как я говорю перезапись этого нашего компьютера представление вот этого есть разная техника неподеработанная мы и даем это просто перезапись главное первое что надо обратать ответственность за себя за свои поступки ответить так это это не это нет мне спасибо да это не